Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы событий. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Пошли по второму кругу. В Самаре проводят поквартирный опрос жителей домов на Шверника по вопросу благоустройства двора. Центр поиска остается на Осипенко 32А. Такое решение приняли городские власти после проведения встреч и переговоров с родителями воспитанников. Легкое дыхание. В санатории Можайский на службе у специалистов появилось новое оборудование. Изобретение самарских ученых. Решить свой вопрос быстро, без бюрократических проволочек. В Самарской области заработал Центр управления регионом. Увидеть шедевры мирового уровня, не покидая пределов Самары. В художественном музее представлен знаменитый Черный квадрат Малевича. Пошли по второму кругу. Волонтеры еще раз обходят дома в квартале на улице Шверника, чтобы узнать мнение тех жителей, которых в прошлый раз не застали дома. Предмет разговора – строительство детского сада и благоустройство двора, которые сейчас пустуют. Каждый может поставить свою подпись в графе «за» или «против». Мнение жителей узнал Олег Зверев. «За», «против», «не определился», «отказался общаться», «не застали дома». Каждый ответ фиксируется на бумаге. Волонтеры продолжают опрос жителей квартала на улице Шверника. Ежедневно работа охватывает несколько подъездов. Задача – узнать мнение всех. Каждому жителю подробно рассказывают, как правильно заполнить опросный лист. Если «за», то вот здесь, если «против», то «зотик». Какое ваше мнение? Представьте, пожалуйста. Какое ваше мнение? Да, ну, для детей пускай. Все это строят пускай. Лишь бы многоэтажка не была, а для детей пойдет. Тем более парковки будут. Для машин, да. Самое главное для нас. Подпись ставится в той графе, за которую голосует человек. Если, конечно, есть возможность достучаться, встречаются и такие, кто предпочитает общаться с волонтерами через закрытую дверь. Вопрос по конкурсу развития территории вашего двора и строительства детского сада. Я против строительства. Ну, нам нужно тогда ваше мнение там выразить в этом вопросном листе. Не будете общаться? Помимо анкетного листа, ответы фиксируются на камеру. Правда, только в тех случаях, когда сами жители с этим согласны. Ведется съемка. Вы разрешение на съемку спросили. Мы не разрешаем себя снимать. Спор возник после того, как инициативная группа обратилась с требованием отменить планы по строительству детского сада в микрорайоне на улице Шверника. Они считают, что если садик построят, им негде будет гулять и ставить машины. С ними не согласны почти полторы тысячи очередников, дети которых пока остаются за бортом дошкольного образования. А почему этот двор стоит уже много лет заброшенный? Ни никто ничего не занимается. Почему не построят детский садик? Сейчас думаю. У вас есть необходимый детский садок? Мне да. Даже не то, что из-за ребенка, но просто реально двор брошенный стоит. Среди опрошенных встречаются разные мнения. Есть и такие респонденты, которые предпочитают отвечать только в устной форме и не представляясь. Ну, это как сейчас происходит, так и есть. Если бы нам сейчас здесь садик построить, нам вообще будет негде гулять. Я не хочу этого. Мне будет некуда ставить машину. Я куда буду? На Новосадово оставлять? Машину делал десятый уже. Нет, не десятая. У нас тут у всех по две, по три машины. Это самая главная тема. Куда нам ставить машину? Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах в городской администрации. В беседах с главой Самары принимали участие активисты и представители Общероссийского народного фронта. Многих жителей квартала привлекает то, что вместе с дошкольным учреждением во двор придет и благоустройство по лучшим образцам, которые есть в Самаре. Дизайн-проект разработали с учетом пожеланий жителей. Они предложили обустроить во дворе детские и спортивные площадки, сделать дополнительный проезд, обновить пешеходные дорожки, установить лавочки и освещение. Кроме того, будет официально обозначено 100 новых парковочных мест. Сейчас машины ставят на газонах и тротуарах, а их хозяева попадают под штраф. Мне надоели здесь пьянки на этой площадке, поэтому для меня лучше детский садик, вот честно вам скажу. Потому что ночами орут, и я в этом году два раза вызывала полицию. Спас вообще не дают. И начинается с утра, и прямо в первые вечера, в 12 часов, в 12 часов, в самое утро. Детский сад в этом микрорайоне собирались построить еще в 80-е годы, параллельно с возведением жилья. Но в 90-е страна попала в демографическую яму и тотальное недофинансирование. В итоге вопрос затянулся на десятилетия. А молодые родители из этого же квартала теперь вынуждены стоять в очереди или возить своих детей в другие районы, в детские сады. Ну, вообще-то я за садик. А почему вы так считаете? Насколько я помню, он здесь изначально должен был быть, когда микрорайон устроили. Очередь большая, я просто знаю, внуководил, что очень многие далеко ездят. Сейчас окончательное решение еще не принято, а в итоге каждый житель в той или иной форме сможет высказать свое мнение, даже если оно такое. Стоительство детского сада и дальнейшее благоустройство еще дополнительно. Ну, мне как ответ. Выдержались? Ровно. И то, и другое. Олег Зверев, Григорий Пельчаков, События. Центр поиск остается на Осипенко 32А. Такое решение приняли городские власти после проведения встреч и переговоров с родителями воспитанников центра. Подробнее расскажет Мария Левина. Центр поиска – это внешкольная работа с детьми. Всего он имеет 15 филиалов по Самаре. Самый большой располагается по адресу Осипенко 32А. В здании бывшего детского сада. В 90-е, когда рождаемость была ниже, детсад расформировали. Сейчас же детей стало больше и появилась инициатива возродить в здании дошкольные учреждения на 200 мест. Коллективы при этом должны были разместиться на базе других образовательных учреждений. Родские власти провели многочисленные встречи и переговоры с родителями воспитанников центра поиск, в том числе и в режиме видеоконференций. Это уникальное занятие, в котором работают многие дети. Оно очень удобно для всех. И это самое лучшее вообще в Октябрьском районе центр работы с детьми. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что мнения людей в этом вопросе играют ключевую роль. Понятно, что каждый из нас переживает за ребенка. И мне понятно те волнения, которые вызвала вот такая информация. Рассчитываю, что городские власти примут разумные решения с учетом мнения и родителей, и детей. Городские власти прислушались к мнению большинства родителей и оперативно отреагировали. Глава Самары Елена Лапушкина решила оставить центр поиск на Осипенко 32А. Хочу поблагодарить всех родителей, которые в конструктивном диалоге с нами принимали совместное решение. Хочу сказать, что встретились практически со всеми родителями, которые вводят туда детей. По итогам наших встреч, наших собеседований, наших консультаций, пришли к выводу, что центр поиск будет работать, как он работал, как центр внешкольной работы. Глава города призвала родителей и к дальнейшему содействию и конструктивному диалогу, благодаря которому находятся выходы даже из самых сложных ситуаций. Воспитанники поиска остаются в родных стенах и готовы дальше приносить родному краю победы на областных, федеральных и международных соревнованиях. Мария Левина, Константин Головин. События. Бюджет Самарской области приняли в первом чтении. Доходы в следующем году запланированы в размере 142 миллиардов рублей. Расходы ориентировочно составят 149 миллиардов. Почти 68% из них направят на социальную сферу. Две трети областного бюджета пойдут на здравоохранение, образование, социальную политику, спорт, культуру и поддержку социально незащищенных слоев населения, семей с детьми и ветеранов. Проект областного бюджета пока сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета. Проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Коллеги, в трудной ситуации мы людей не бросаем. По-самарски именно так. Не кидать, а поддерживать людей в самой сложной ситуации. Не лишать их выплат, которым они привыкли и на которых рассчитывают, а возвращать и увеличивать. Все социальные пособия, они сохранены. И они составляют на сегодняшний день 102, примерно, 103, почти 103 миллиарда рублей. Это очень хороший показатель, очень хороший показатель. Вот дефицит бюджета есть, мы его закладываем уже с дефицитом, примерно, 7-8 миллиардов рублей. Но мы, правда, не учитываем, дорогие друзья, поступление федеральных средств. Сейчас начнется основная работа. В условиях пандемии местам массового скопления людей продолжают уделять повышенное внимание. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции поручила районным администрациям вместе с представителями Роспотребнадзора и полиции усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Подробности в нашем сюжете. За ноябрь в Самаре проведено почти 100 проверок ночных клубов и предприятий общественного питания, которые работают после 23 часов. Выявлено 13 нарушений. В основном это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Выявлено было и одно превышение разрешенной наполняемости. Сейчас по распоряжению губернатора Самарской области в вечернее время рестораны, кафе и ночные клубы могут работать только при условии 50-процентной заполняемости помещений. Проверки продолжаются и в торговых центрах. Особый контроль за несовершеннолетними, которые находятся в центрах без сопровождения. Составлено более 150 административных протоколов, которые переданы в суд. Большая часть из них составлены в первые недели действия распоряжения. Сейчас количество нарушающих уменьшается, так как в торговых центрах организован входной контроль. Мы провели мониторинг, то есть посмотрели эту неделю, предыдущую неделю. У нас как бы снижение вообще вот этих нарушений идет сейчас на данный момент. То есть если бы первые недели после того, как мы начали составлять протоколы, то было одно количество, сейчас все ниже, ниже, ниже. Снижается с каждой недели и число нарушений масочного режима пассажирами общественного транспорта. Всего с октября было составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях. Контрольные рейды в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводят регулярно. Мы видим, как налаживается ситуация и в транспорте, и в общественном, что люди стали понимать. Если вначале воспринималось достаточно болезненно, сейчас уже редко видно, что люди не носят маски, понимание приходит. И надеемся, что все меры совместные и администрации города, администрации внутригородских районов, безусловно, правительство Самарской области, областного штаба приведет к выравниванию ситуации, и мы справимся с этой проблемой. На заседании штаба районные власти доложили главе города и о системной работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции амбулаторными больными. Также обсудили и вопрос предоставления служебного транспорта медицинским организациям. Чтобы помочь медикам, городские власти выделили около 60 машин. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Легкое дыхание. В санатории Можайский на службе у специалистов появилось новое оборудование – изобретение самарских ученых. О новом слове восстановления переболевших коронавирусом в нашем сюжете. Раз, два, три, четыре. Новое дыхательное оборудование получил санаторий Можайский для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Он называется «Универсал-11». Его изобрели самарские ученые. По словам врачей, пациенты замечают эффект от его использования после третьей-четвертой процедуры. Всего же нужно пройти 10 сеансов, после чего препарат, а используется он только индивидуально, можно забрать домой и там продолжить восстановление. Задача – вернуть функцию дыхательной системы в прежнее состояние. У этого тренажера форсируется и тренируется как вдох, так и выдох. Мы можем оказывать воздействие. Но у пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии очень аккуратнее нужно быть именно с функцией выдоха, с фазой выдоха. Поэтому на более раннем этапе мы тренируем только функцию вдоха, а выдох происходит ламинарно в спокойном состоянии. После того, как человек переболел коронавирусом, у него нарушаются функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Чтобы понять, достигает ли эффекты лечение с помощью нового препарата, медики используют оценочные шкалы. Сравнивают показатели до, после и во время проведения сеансов. После таких тренировок сатурация у пациентов, у которых было 96%, нормализуется до 98-99%. Полтора минуты отдыхают и заново повторяем упражнения. В санатории «Можайский» создано 120 мест для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Здесь они проходят восстановление в течение двух недель. Всего в санаториях региона подготовлено 485 коек для одолечивания больных с COVID-19. Помимо «Можайского» пациентов принимают санатории имени Чкалова, Волга и Сергиевские минеральные воды. Виктория Шарая, события. Без поддержки в период пандемии не остаются и пожилые жители города и области. Уже более полугода волонтеры акций «Мы вместе» доставляют самарцам из группы «Риска» продукты и лекарства. Помощь оказывается и медицинским учреждениям областного центра. Не так давно активисты начали перевозить анализы из поликлиник города в лаборатории. А также предоставили дополнительные автомобили участковым терапевтам. Совсем не дамская, но очень нужная сумочка в хрупких руках терапевта Анастасии Митрозаевой. Приключения зеленого чемоданчика начинаются еще во врачебном кабинете. Необходимо собрать все нужные лекарства. От давления для сердечно-сосудистой системы и успокоительные. Анастасия выезжает к амбулаторным пациентам из группы «Риска», которые по тем или иным причинам посетить врача лично не могут. Медику помогают автоволонтеры всероссийской акции «Мы вместе». Которые помогают добраться до всех пациентов, помогают доехать, потому что на общественном транспорте, естественно, мы ездить не сможем, и их помощь очень важна для нас. Могу сказать точно, что помогать – это по-самарски. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» уже более полугода помогают пожилым и одиноким жителям города и регионов доставке продуктов и лекарств. Поддержка оказывается медицинским учреждением. Не так давно активисты начали доставлять анализы на коронавирус из поликлиник и больниц в лаборатории. У врачей появилось значительно больше времени на пациентов, а сроки проведения анализов существенно сократились. Сам ГМО и клиники сейчас максимально вовлечены в процесс. Вы знаете, 300 коек у нас работают. Мы клинических координаторов максимально интегрировали, студентов. Пандемия коронавирусной инфекции объединила врачей, студентов, волонтеров, неравнодушных жителей города и губернии. Добровольцы доставляют пожилым не только продукты питания и лекарства. Помогают оплатить ЖКХ и выполняют функции регистраторов. Последние при помощи телефонной связи следят за самочувствием людей из группы «Риска». В настоящее время на территории региона работают более 100 волонтерских бригад. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. В Самарской области по поручению президента Владимира Путина открылся Центр управления регионом. Он поможет оперативно решить вопросы каждого жителя. Один из инструментов – инцидент-менеджмент. Система, в которой аккумулируется обращение граждан из социальных сетей и направляются в соответствующие департаменты. В регионе уже большой опыт работы с такими обращениями. О результатах новой системы взаимодействия народа и власти – репортаж Сергея Кизоркина. Остановка на улице Тухачевского напротив 80-го дома появилась несколько месяцев назад. Но местные жители уже привыкли здесь ждать свой транспорт. Раньше до ближайшей остановки приходилось идти не менее 15 минут. Теперь она совсем рядом. Горожане отмечают – остановка была необходима, ведь рядом строится несколько новых жилых домов. Очень удобно, потому что, во-первых, здесь не останавливался транспорт. Открыли, ну, получается, дом издался, и сейчас вторая очередь сдается. Без нее вообще было неудобно, потому что остановка либо вверху Тухачевского, либо внизу на Пензенской, далеко очень идти. Также сделали пешеходный переход, тоже очень удобно. Пассажиры 13-го трамвая до недавнего времени выходили из транспорта на остановке Дом Печати практически на дорогу. Сейчас павильон установили в безопасном месте, недалеко от старого расположения, рядом с жилыми домами. Остановочную площадку заасфальтировали, сделали тротуар. Местные жители рады переменам. Во-первых, не выходишь на дорогу. Во-первых, дорога далеко, а там выходишь сразу, машины не все останавливаются. А здесь все как раз хорошо. Эти изменения случились после того, как жители обратились к городским властям через социальные сети. Такой способ заявить о своих вопросах становится все популярнее. Подключились к общению в социальных сетях и органы исполнительной власти всех уровней, ресурсники, управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Не остался в стороне и городской департамент транспорта. Первое направление, это что касается непосредственно обращений, когда где-то что-то просят нас подвинуть. И второе направление, это когда идет комплексный ремонт дорог. Там где-то могут делаться парковочные карманы, где-то, может быть, идет уширение. Ну, это вот пример, допустим, Старозагора, Нововокзальная, когда делали. Там тоже чуть-чуть двигали остановку, вот чтобы, исходя из того, чтобы сделать перекресток более удобным, и пропускал, чтобы он больше транспорта. Ну, и в той же мере, чтобы не учимить и пассажиров. Все обращения жителей Самары и губерний в соцсетях аккумулирует система «Инцидент-менеджмент». Она централизованно отслеживает и реагирует на отклики по проблемным вопросам. Федеральные эксперты оценивают эту работу в регионе на высоком уровне. В день обрабатываются, рассылаются по инстанциям и находят свое решение до 200 обращений. Теперь система будет более глобальной. Она стала одним из инструментов нового центра управления регионом. Он призван помочь жителям региона, быстро исключив бюрократические проволочки, обращаться к органам власти и контролировать качество ответов. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Очередные премии губернатора вручили одаренным детям Самары и региона. Ежегодные именные награды присуждают детям, которые достигли особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин. Одержали победу в Олимпиадах или состязаниях. Премию учредили в 2004 году. С тех пор дипломы получили свыше 1300 лауреатов. Кого поощрили в этот раз, расскажут наши корреспонденты. Все свободное время он посвящает авиамодельному спорту. Карьера будущего авиаконструктора Кирилла Фролова начиналась в третьем классе с моделирования маленьких картонных самолетиков. Со временем макеты выросли и достигли в размахе крыла метр восемьдесят. Взлетает такой резиновоторный самолет на 100 метров, после чего переходит в планирование и набирает высоту почти в полкилометра. Здесь в нем установлен электронный таймер, в котором прежде всего я программирую его перед полетом каждым. Там время устанавливаю, углы. И моя задача только его грамотно и четко выпустить его в поток. Имена и премия губернатора Самарской области была учреждена в 2004 году с целью поощрения талантливой молодежи региона. За это время дипломами и денежными призами отметили свыше 1300 ребят. Сегодня премию вручили победителям в номинации «Социально значимая деятельность» и «Научно-техническое творчество». Награды получили дети от 7 до 18 лет. Это в первую очередь наши школьники, но и студенты младших курсов наших профессиональных образовательных организаций, вузов тоже вполне могут претендовать. Для этого необходимо отличиться и иметь достижения на уровне не ниже областных, а лучше всероссийских и международных в том направлении, в котором ты участвуешь. Ежегодно дипломами награждают 60 человек в разных номинациях, что особенно важно, отмечают организаторы. У лауреатов есть возможность оправдать свои проекты материально. Победителям вручают денежные премии в размере 12 тысяч рублей. Ольга Павлова, События. Спектакль «В сапоге у бабки» играл Фокстрот. Театр студии «Грань» по пьесе финского драматурга «Сирку Пёлтала» вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска-2021». Премьера спектакля состоялась 29 декабря прошлого года. Оперу Самарского театра «Опера и балета» «Любовь к трем апельсинам» также включили в лонг-лист «Золотой маски» за исполнение роли Труфальдина Анатолием Невдахом в номинации «Музыкальный театр». Кроме того, в список попал спектакль «Семью восемь» Самарского академического театра драмы имени Горького. Балет «Бахчисарайский фонтан» включили в перечень номинантов сразу в пяти номинациях. Шедевр мирового искусства, легендарный «Черный квадрат Малевича» в эти дни можно увидеть в художественном музее. Распаковка экспоната, переданного государственным эрмитажем, прошла в этот вторник. На знаковом событии присутствовала и Гульфия Сафина. Вот как это было. В прибытии «Черного квадрата» в Самарский художественный музей немало символизма. Это именно та, четвертая, последняя версия, созданная легендарным авангардистом, которая впервые проявила себя миру относительно недавно, в 1993 году. И произошло это событие именно в Самаре. Мы присутствуем при историческом событии. Это без всякого ложного пафоса можно сделать такое заявление. Мы получили почти на месяц для экспонирования в залах нашего художественного музея тот «Черный квадрат», который несколько десятилетий провел в нашем городе и который имеет самарские корни. Возвращение полотна, хоть и временное, на историческую малую родину, стало возможным благодаря программе Дни Ермитажа. 63-й регион участвует в проекте впервые в этом году. И как символично выставка «Черного квадрата» пройдет в год 90-летия Анетты Бас, проработавшей в данном музее почти полстолетия. Анетта Яковлевна всем сердцем и душой мечтала, чтобы этот квадрат остался жить в нашем музее. И она очень много делала для того, чтобы Инкомбанк передал все-таки этот квадрат музею. Но получилось, как получилось. Сегодня мы отмечаем юбилейный год Анетты Яковлевны Бас. Ее мечта «Черный квадрат» приехал к нам на Дни Ермитажа из Санкт-Петербурга. Отдельная графа – то, как будет представлен зрителю символ неоискусства 20 века в Самаре. Нигде, кроме как в Самаре, вы не сможете прийти на аудиенцию к самому Казимиру Малевичу. По задумке архитекторов, именно в таком формате будет проходить выставка одной картины. Знаменитый «Черный квадрат» будет располагаться здесь, в вершине кленообразного угла. Вы сможете погрузиться в этот космос, в черное пространство, олицетворяющее начало всех начал и конец одновременно, и уходить окрыленным, очищенным. Мы назвали этот проект именно «Черный квадрат-аудиенция». То есть «Черный квадрат» смотрит на вас. И это вторая часть проекта, когда тени людей, пришедшие к ним, выходят из темноты небытия, через свет супрематизма, выходят к «Черному квадрату», как к некому космосу новому. Зритель встречается один на один к нему. То есть именно вся ситуация пространства сделана так, что нельзя подойти вдвоем. Авторы инсталляции решили повесить картину туда, где и сам Малевич впервые вывесил легендарный квадрат. Это традиционное место икон – «Красный угол». Так он символично поставил жирную точку на прошлых поисках искусства и дал начало новому течению. В Самару прибыла именно та работа, которая и провожала Малевича в последний путь. На последнем фото – его жена и дочь, и «Черный квадрат», который по завещанию самого автора шел впереди траурной процессии. Увидеть легендарную работу можно будет до 20 декабря. С 27 по 30 ноября вход на выставку будет свободным. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и хороших выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...